Друзья, всем привет! Еще в середине мая я вам обещал интересный контент, который связан с Xiaomi 14, а также с HyperOS. Да, прошло немножечко времени и данный видеоролик я откладывал. И вот наконец появилось свободное время для того, чтобы вам отснять это видео и продемонстрировать, что же еще интересного зарыто в HyperOS и почему именно только флагманы получают все самые вкусные и интересные фишки. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Те, кто следят за каналом, знают, что я приобрел Xiaomi 14. И вот именно на его примере я хотел бы вам и продемонстрировать. В чем же такая разница между тем, что мы покупаем с вами средний бюджетник условно и покупаем, если с вами флагман. Прошивка у меня получается 1.0.11.0, конечно же, под управлением 14-го андроида. Я не буду рассказывать там про циферки и тому подобное, я сразу перейду к делу. Первая фича, которая присутствует, скажем так, на многих флагманских аппаратах и на некоторых среднебюджетниках и на предфлагманах, это взаимосвязанность. Об этой теме я в принципе уже на канале рассказывал, но что вот мне стало очень интересно, так это то, что на Xiaomi 14 в связке с под 6 эта вся тема не работает. Как бы я уже не пробовал там и отключал взаимосвязанность и перезаходил в аккаунт и тому подобное, но как бы та данная тема почему-то не заработала. Хотя на предыдущем аппарате, вместо которого и был приобретен Xiaomi 14 и на Xiaomi 13T, работала данная тема как часики. Возможно в будущем разрабы это пофиксят, но скажем так не об этом. Взаимосвязанность это в целом такой большой раздел и большая опция, которая позволяет связать планшеты и устройства, ну и возможно часы также если под управлением HyperOS. И чтобы передавать информацию между ними, ну скажем так по облаку. То есть вы что-то делаете, к примеру там на планшете, передаете инфу на телефоны, ну или же наоборот все это можно выполнять. В этом же разделе у нас сидит еще одна интересная фича, которая доступна только для бета-тестеров на флагманском Xiaomi 14. Это Xiaomi HyperMine. В обзоре получается 1.0.1.0, я немножечко упоминал про эту фишку, но что в целом оно в себе несет. Это некий такой искусственный интеллект самой прошивки, который изучает шаблоны поведения. Что имеется ввиду? У вас допустим есть такая система умный дом. У вас есть устройства, там лампы всякие, у вас там есть ночник, там какая-нибудь светодиодная лента, как у меня сейчас на заднем фоне. Допустим там какие-нибудь умные лампочки еще есть. И вы ими каждый день пользуетесь. И вся эта штука HyperMind, она изучает стиль поведения и взаимодействия с этими всеми устройствами. И также превентивно может их активировать, когда вы попадаете в зону действия своей Wi-Fi сети. Но я хочу сказать, что тема очень интересная и очень удобная. У меня в принципе-то есть небольшое количество девайсов из умного дома. Но пока что я настолько не наклацал этого всего добра, чтобы HyperMind у меня активировался. Вы у меня спросите, а будет ли данная фишка для других каких-нибудь аппаратов? Я считаю, что пока что только для флагманов это будет эксклюзивом. Допустим там для того же Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra, возможно на 13 серию завезут, но не скоро. Но в любом случае, как бы разработчики тестируют очень интересную штуку, с которой я надеюсь многие смогут ознакомиться. Ну а мы с вами идем далее по фишкам HyperOS, которые я хотел бы отметить. И следующее это улучшенные текстуры. Да, вы можете сказать, что есть и на других аппаратах, и в целом-то это не есть чем-то новым. Но улучшенные текстуры они проявляются, конечно же, лучше всего на флагманских устройствах. То есть, если вы данную опцию отключаете, к примеру, выходите на рабочий стол, там опускаете шторку, то вы можете наблюдать, что размытость не совсем такая, как бы хотелось. Несколько ярлыки могут тут проглядываться, ну и тому подобное. И когда мы с вами активируем именно вот на флагмане эту всю историю, которая называется у нас под названием улучшенные текстуры, и выходим обратно, допустим, на рабочий стол, то мы с вами можем получить куда более улучшенное размытие. И вот вы как раз это можете сейчас заметить. То есть, если в первом варианте вы можете отмотать был именно у нас факт того, что ярлыки там просматривались, то сейчас у нас происходит полноценное размытие заднего фона. И это у нас является улучшенными текстурами. Судя по заявлениям разработчиков, как бы вся эта тема, ну неплохо так нагружает устройство, нагружает там компоненты, но как бы-то опять же я думаю, что лучше всего данную тему можно будет просмотреть именно на флагманском аппарате. Еще из такого, чего в принципе на ютубе я не замечал, это связано с галереей. А именно с искусственным интеллектом, который может вам построить портрет. И да, я как бы на своем примере уже смог эту всю систему запустить. Вы заходите в галерею, там понятное дело подаете запрос на тестера и выбираете AI портрет. Получается, вам нужно загрузить кучу своих фотографий. И эта система очень привередливая. Я что-то загружал в районе 30 или 40 фотографий, она как-то там выбирала. И где-то в районе полутора часов она создавала образ. Вот такой. И дальше я получается могу смотреть, я уже так немножко поигрался, допустим, киберпанк. Я просто пишу запрос и оно, мое лицо как бы рисует под все вот эти стили. Ну в принципе поиграться можно, но в плане того, что схожий я с искусственным интеллектом или нет, ну хочу сразу сказать, что нет. Потому что реационно коверкает очень и очень знатно. Это не более того, как просто игрушка. Для того, чтобы нам создать что-то новое, на основе вот, допустим, текстового сообщения. И вот нам даже приводится пример там прогулка по пляжу. Ну давайте, допустим, прогулка на рыбалку. Зададим запрос и посмотрим, что же нам система нарисует. В целом, как бы сама эта история является не более чем так по приколу и по фану. Также я еще ожидал, что разработчики именно с этим бета-тестом добавят поиск по каким-то там локациям. Также они об этом на презентации рассказывали, но, увы, пока что на этого не завезли. Возможно, в будущем это появится. Но вот я надеюсь, что сейчас как бы система в принципе нарисует, что вот я задал прогулка на рыбалку. И хотя бы что-то годное оно нам нарисует. Но опять же, как я уже сказал, система очень привередливая. Ей необходимо, чтобы там фотографии прям были очень четкие. Если ваше лицо там не будет как бы нормально отслеживаться, то есть если там оно не сможет ваше лицо по определенным точкам опознать, то оно вам скажет, что, увы и ах, это невозможно сделать. И вот, пожалуйста, смотрите, что мы с вами получаем. Прогулка на рыбалку. Ну, в принципе, в принципе, не сказать, что это прям рыбалка какая-то. Я думал, что я там за удочкой буду сидеть или за спиннингом за каким-то. Но тут просто как бы обычная природа и ничего сверх такого. Опять же, возможно, в будущем эту всю систему будут разработчики допиливать и что-то из этого все-таки годное получится. И как я уже сказал, пока что данная тема вся тестируется только лишь на флагманских устройствах. И одна из последних фишек на сегодня это AI-субтитры. Также вся эта тема у нас получается только для флагманов. Вы можете в комментариях мне, конечно же, написать. Можно там Magisk поставить, там модули накатить, ну и тому подобное. Но опять же, друзья, вы, допустим, из там Жигуля не сделаете какую-нибудь там Феррари. Или же там, я не знаю, из какого-нибудь Запорожца вы там не сделаете Мерседес, условно. То есть, как бы мы не можем с вами уж так сильно обмануть всю эту систему. И мы должны с вами четко понимать, что оно такое. По настройкам субтитров тут, в принципе, все достаточно понятно. Выбираем источник звука, язык источника, целевой язык перевода, размер там текста, фон плавающего окна, ну и так далее. Дальше мы, конечно же, создаем ярлык на рабочем столе, после чего мы быстрой активацией сможем его, как бы-то, проявить. Ну и дальше нам необходимо с вами проследовать в YouTube, выбрать какой-нибудь англоязычный видеоролик и посмотреть, что же, в принципе, оно нам напереводит. Ну и что же, в целом, данная тема синхронно старается переводить нам слова песни. Да, перевод тоже хромает, и я думаю, что разработчики понимают все это дело, и поэтому лишь только сейчас в формате теста данная тема доступна. Но я думаю, что в будущем, ну опять же, будущее, оно очень у нас такое обширное, и без каких-то четких сроков, то я думаю, они данную тему доведут до ума, и в принципе, оно будет работать. Понятное дело, что, как бы, хочется все и сразу получить на свое устройство, хочется там, чтобы HyperOS слетала просто, ну и тому подобное. Но, как вы понимаете, что не все так просто в этом мире, и стоит дождаться, ну или же наоборот, как бы, понимать, что не все ваше устройство сможет получить. В принципе, есть еще парочку интересных фишек, которые вам еще можно дополнительно будет показать, но это уже будет в следующем видеоролике. Ну, а если у вас еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok